Здравствуйте, меня зовут Екатерина Буранова, и это прямой эфир для поступающих бакалавриат и специалитет юридического факультета Казанского Федерального Университета. Сегодня поговорят о поступлении ответить на ваши вопросы наши гости. Здравствуйте. Заместитель лекана по образовательной деятельности юридического факультета Найлерикевич Хабибуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. И секретарь приемной комиссии по юридическому факультету Юлия Николаевна Авдонина. Здравствуйте. Добрый день. Перед тем, как отвечать на вопросы, может, пару слов о вашем факультете? Рад приветствовать всех абитуриентов, будущих студентов юридического факультета. Наш факультет является одним из старейших в Казанском университете. Он отчитывает свое существование с 1804 года с отделением нравственно-политических наук. На нашем факультете функционируют 9 кафедр, 8 традиционных кафедр по отраслям права. И кафедра с 2010 года также присутствует кафедра теории и методики обучения права. Соответственно, подготовка осуществляется по педагогическим направлениям. Подготовку мы осуществляем по всем направлениям. Это бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Ну и, собственно, наверное, хотелось бы перейти к вопросу сразу. Да, конечно. Сейчас мы более подробно уже ответим на конкретные вопросы. И напомню, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте Казанского федерального университета. И первый вопрос будет такой. Какие направления есть на бакалавриате очно и заочно? Так, ну мы осуществляем подготовку по трем направлениям подготовки на бакалавриате. Это 40.001 юриспруденция, то есть мы готовим юристов. А также два направления подготовки. Это педагогические. Первое — это 4403-05. Это педагогическое образование с двумя профилями подготовки. И там профиль общества знания и иностранный английский язык. Второе направление подготовки — это 4403-04. Профессиональное обучение по отраслям, проведение и правоохранительные деятельности. Там мы готовим преподавателей для среднего профессионального образования. То есть получается на бакалавриате одна юриспруденция и два педагогических направления. Ну а также мы осуществляем подготовку на специалитете по направлению 40.005-04, судебная и прокурорская деятельность по специализации судебной деятельности. А на всех ли направлениях есть именно заочная форма обучения? Ну, в соответствии со стандартом на юриспруденции, то есть в бакалавриате юриспруденции, заочная форма обучения не предусмотрена в стандарте, за исключением второго высшего образования, но мы не осуществляем набор на второе высшее. По специалитету есть заочная форма обучения. Помимо очной предусмотрена также и заочная форма обучения. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, про направление специалитета. Вот как мы уже говорили, чуть более подробно. Ну это направление, у него шифр 40.005-04, судебная и прокурорская деятельность. Я думаю, тут из названия становится понятно, что мы, соответственно, готовим для судебной системы и для прокуратуры, собственно, специалистов. Но специализация, которую мы осуществляем, набор и подготовка, это судебная деятельность. Это относительно новое, вернее, все новое, это хорошо забытое старое на самом-то деле. Специалитет — это та система образования, которая существовала в советский период. Потом с появления бакалавриата и магистратуры, собственно, мы отошли немного от специалитета, в юриспруденции отошли. Но вот последние пять лет уже появились новые стандарты, которые предусматривают именно специалитет, где обучение осуществляется на протяжении пяти лет по очной форме и шести лет по заочной форме обучения. Ну это такая классическая для нашей страны система образования. Учебный план там построен примерно так же, как и на бакалавриате. То есть есть две части — обязательная и вариативная часть. То есть обязательная, она практически во всех вузах примерно одинаковая. То есть есть обязательный набор дисциплин. Вот вариативная часть, она, собственно, уже формирует по специализации. То есть в нашем случае именно мы готовим специалистов для судебной системы, для системы правосудия. Уточняю, то есть касательно срока обучения — это еще раз пять и шесть лет, если заочная? Для специалитета очная форма — это пять лет, заочная форма — это шесть лет. Для бакалавриата по юриспруденции — это четыре года. Для бакалавриата по профобучению — это также четыре года. А вот с двумя профильными подготовками бакалавриат, педагогический бакалавриат, там пять лет обучения. Спасибо. Хотелось бы еще уточнить то, что на бакалавриате по юриспруденции, помимо очной формы, предусмотрена еще и очно-заочная, ну, более известная как вечерняя форма обучения. Там подготовка осуществляется в вечернее время, после пяти. То есть предполагается, что студенты, обучающиеся, днем работают, вечером учатся. Там обучение на протяжении пяти лет. Бакалавриат вечерний — пять лет. Спасибо. А на каких направлениях есть бюджетные места? Есть ли они вообще? Ну, бюджетные места, на самом деле, есть на всех направлениях, которые мы называли. На бакалавриате юриспруденции у нас 78 бюджетных мест, на бакалавриатах двух педагогических по 25 бюджетных мест, то есть в общей сложности 50 по 25 на каждом. На очно-заочном бакалавриате юридическом 25 бюджетных мест, на специалитете очном 18 бюджетных мест и на специалитете заочном 21 бюджетное место. То есть, по сути, на всех направлениях? На всех направлениях, да, есть бюджетные места. Традиционно конкурс у нас очень большой на бюджетные места, но также и на контрактные места. На самом деле конкурс присутствует. Ну, об этом, наверное, Юлия Николаевна более подробно позже расскажет. Раз мы начали про конкурс, как раз, может быть, и поговорим об этом, какой конкурс на места, в принципе, к вам, на факультет? Ну, я думаю, наверное, Юлия Николаевна лучше ответит на этот вопрос. Ну, традиционно, конечно же, все вначале хотят поступить на бюджет, да, какой-то уже и бывает, да, на бюджет там конкурс был очень высокий. Ежегодно он высокий. Это связано с тем, что мест бюджетных не так много у нас, но в последние два года у нас бюджетные места, конечно, увеличились, и, соответственно, и баллы у абитуриентов высокие. Вот, там где-то, ну, где-то 8 человек на место на бюджет, на бакалаврят. В том году у нас специалитет еще не было у нас бюджетных мест, только были платные места. На педагогические направления также было где-то около 5 человек на одно место. Но также на контракт у нас тоже есть конкурс. Соответственно, недостаточно просто минимальных баллов, которые стоят у нас в плане приема для того, чтобы на контракт поступить. Также необходим мы устанавливаем минимальный порог для заключения договора. Вот на бакалавряте он был в том году 200 баллов. И, соответственно, на специалитете 170, на очно-заочной форме обучения 160 баллов было, и на педагогических направлениях там было 130 баллов. Вот, также среди абитуриентов был конкурс именно по баллам. То есть там также где-то около 5 человек на место, на бакалаврят юриспруденция было, и на специалитет где-то 4, тоже 4-5 человек на место. Спасибо. Это на контракт. На контракт, да. Чтобы далеко не отходить от этой темы, про проходные баллы давайте поговорим. На контракт я уже озвучила. В том году на бюджет 266 баллов был минимальный на бакалаврят юриспруденции. На педагогическое с двумя профилями подготовки там было 254 балла. И на профессиональное обучение 246 на бюджет. Ну, наверное, на сайтах можно именно вот эти... Можно посмотреть, да, приказы о зачислении за прошлый год. Уже все есть. Ну, они там висят. И отчет о приемной кампании в целом КФУ там тоже есть. На самом деле хотелось бы уточнить то, что минимальный проходной балл мы сейчас говорим по результатам приема в 22-23 учебном году. То есть, какие будут минимальные проходные баллы, это будет зависеть от того, насколько хорошо 11-классники сдадут ЕГЭ. Ну, традиционно сложность ЕГЭ чуть меняется. Она иногда... Некоторые экзамены чуть сложнее, какие-то годы чуть легче. И, соответственно, в целом средний балл по стране то растет, то падает. И, соответственно, в зависимости от этого минимальный проходной балл на бюджет, так же, как и на контракт, собственно, немножко варьируется. Потому что, ну, если в целом по стране, например, общество знаний сдали плохо, то тогда и балл тоже немного падает. Если же общество знаний или истории русских сдали все хорошо, то, соответственно, минимальный проходной балл тоже становится довольно-таки высоким. У нас, по-моему, до 280, как я понимаю, до 282 баллов поднималось, минимальный проходной балл. То есть, это примерно по 93-94 балла нужно было сдать для того, чтобы поступить. Но после пандемии у нас количество бюджетных мест чуть увеличилось. То есть, вот дом подыменные годы у нас каждый год шел сокращение, сейчас немного увеличилось. И, соответственно, минимальный проходной балл на бюджет чуть понизился. Ну, связано с тем, что количество мест увеличилось практически вдвое по сравнению с 2020 годом. Как будет дальше, как будет в этом году? Ну, мы, наверное, скажем уже где-то к июню месяцу, когда будем примерно знать результаты ЕГЭ в целом по стране. И в зависимости от этого у нас будет минимальный проходной балл. Но меньше 265, но он никогда не падает. В этот год, наверное, самый минимальный проходной балл. Потому что в том году у нас был минимальный проходной балл 272. То есть, вот практически на 8. Он бы и был 272, просто на самом деле из-за того, что абитуриенты... У нас же одна волна зачислений. Соответственно, они сомневались и ушли в другие вузы, но могли пройти здесь. Соответственно, как бы те, кто остался до последнего, они, в общем-то, и прошли. Ну, хорошо. То есть, по сути, смотреть на примерный балл, но все-таки следить за изменениями, если такие... Да, конечно. Как все будет зависеть от ЕГЭ. Все зависит от ЕГЭ. Это же конкурс, то есть, как бы никто не знает, что будет. Мы можем констатировать только цифры прошлого. Прошлого. И вот мы говорим уже про ЕГЭ. Какие нужны экзамены? Нужно сдать... Ну, три экзамена, так же, как, наверное, на все другие. И, да, на все другие специальности. Профильным экзаменом для нас является общество знания, также история и русский язык. Ну, русский язык, он обязательно вообще на всех направлениях. Общество знания — история русский. И при равных баллах мы учитываем общество знания. То есть, больше балл по общество знания учитывается. Ум является профилем. И тут есть вопрос. Можно ли поступить на юриста без истории только с общество знания? Ну, вообще, гражданам России нет. А иностранные граждане, они сдают общество знания и русский, либо право и русский. То есть, они вот так историю могут не сдавать. Но это только иностранные граждане. Граждане Российской Федерации сдают все три экзамена. То есть, результат всех трех экзаменов должны быть. Где русский, извините, история. Да, конечно, история России является обязательной, конечно, для них. Единственное, еще хотелось бы сразу уточнить то, что общество знания, история, русский язык является обязательными для бакалавриата и юриспруденции и специалитета. Ну, это юридические направления, на самом деле. Мы условно факультет делим на юридические направления и педагогические направления. По педагогическим направлениям там другие, на самом деле, экзамены. По профессиональному обучению, то есть там, где готовят педагогов для среднего профессионального образования, у них математика, история, русский, да? Общество знания. Математика, общество знания, русский должно быть. Да, да, да. Профильная математика. Общество знания, математика и русский язык. Общество знания, математика и русский язык. А для педагогического образования по отраслям, там, где вот общество знания и английский язык, у них на выбор идет история, литература, иностранный язык, математика, информатика. И также являются обязательными общество знания и русский язык. Спасибо. Но более подробная информация есть на самом деле на сайте приемной комиссии, там прописаны, какие экзамены по каким направлениям сдаются. Спасибо за ответ. И нужно ли сдавать вступительные экзамены после колледжа? Что делать ребятам, которые окончили колледж и хотят поступать дальше? Колледж — это среднепрофессиональное образование, и, соответственно, после среднего профессионального образования есть два способа поступления в университет. Первое — это на общих основаниях, то есть они сдают ЕГЭ, и по результатам ЕГЭ, по общему конкурсу также поступают. Второе — это не сдают, то есть вы знаете, да, то, что в колледжах ЕГЭ не сдают. Здесь в университете сдают профильные экзамены. Профильным для нас является, так как это все-таки среднепрофессиональное образование, правоведение, история, русский язык. То есть вместо общего знания они сдают правоведение. Но это аналог на самом деле ЕГЭ, то есть по уровню сложности это примерно то же самое, что и ЕГЭ, но сдают они правоведение. Причем независимо от того, какое среднепрофессиональное образование, юридическое оно или, возможно, даже какое-то иное направление, какие-то иные колледжи, экономические, медицинские могут быть. Но в любом случае у них три экзамена внутренних здесь у нас в университете проводятся. Это правоведение, история, русский язык. Либо ЕГЭ. Либо ЕГЭ. Хорошо, спасибо. Про проходные баллы мы говорили, про экзамены тоже. Давайте поговорим про стоимость обучения немного. Стоимость обучения, опять же, так же, как и с минимальным проходным баллом, на данный момент мы вам не можем сказать. Дело в том, что каждый год стоимость обучения утверждается приказом ректора, утверждается она в мае месяце. Сейчас мы можем назвать только стоимость обучения, которая была в этом году. И если мы говорим о бакалавриате и юриспруденции, то это 188 тысяч, 450 рублей. Ну, грубо говоря, 189 тысяч. На педагогических направлениях... 132 тысячи. Ну, там 133. Да. Это уже копейки. Ну, там, если округлять, то 133 тысячи. По специалитету это 170 тысяч. По очно-заочной форме 90 тысяч. И все? И все, да, собственно, все пока. Вот. Ну, это цифры, которые вот в этом году были. Ну, то есть поступающие, они могут отталкиваться? Да, конечно, обычно на 3%. Бывает индексация, ну, да. Но в том году не было, по крайней мере. Да, вот до этого не было. Пандемийные годы вообще было все заморожено. Ну, вы знаете, наверное, это было указано президентом, сделано. Ну, потом вроде как цены отпустили. Но при всем при этом в университете цены не росли. Ну, обычно это где-то около 3-4% индексации осуществляется. Поэтому можно отталкиваться. Ну, бакалавриат вирус-проценте 189, специалитет 170. Спасибо большое за ответ. Хотела бы поговорить в целом о приемной комиссии. Есть ли какие-то изменения в поступлении, что-то, какие-то формы, может, изменились, или все осталось прежним? Смотрите, но изменения есть, пока не такие, как, допустим, если раньше абитуриент для поступления на бюджет, ему было недостаточно только лишь подписать заявление согласия на зачисление через личный кабинет, и он зачислялся, если он проходил по баллам на бюджет, да, то с этого года на бюджет будут зачислять только на основании оригинала документы об образовании, то есть аттестаты или диплом о среднеспециальном образовании. Вот, также им нужно будет выбрать приоритет вуза, в который он собирается, как бы, поступать, да. Раньше у них не было приоритетности вузов, сейчас она есть. Также есть приоритетность направлений внутри вуза, то есть первый, второй, третий приоритет. Это была четыре года назад такая у нас система, и вот мы опять к ней возвращаемся. То есть по приоритетам их будут зачислять. Также у них, чтобы попасть на бюджет, у них есть три попытки, ну, то есть перекладывать оригинал документа, то есть внутри КФУ, предположим. То есть если к нам не проходит, проходит там международных отношений, если в итоге к нам проходит, то вот у него есть три попытки, чтобы, в общем-то, реализовать свое право на поступление на бюджет. Вот, пока больше никаких таких вот изменений нет, за вот исключением того, что только на основании оригинала мы будем зачислять абитуриентов на первый курс. Спасибо большое за ответ. И хотелось бы узнать про дополнительные баллы, возможно, поговорить поподробнее. Какая-то возможность получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ в целом для поступления? Дополнительные баллы также, они указаны и в плане приема, можно их в правилах приема точнее. Вот, у нас стандартно это золотой и серебряный значок ГТО дает два балла. Диплом или диплом среднеспециального образования с отличием, либо аттестат с отличием, дает пять баллов. Призеры Олимпиад региональных дает три балла. От трех до пяти, в зависимости от Олимпиады. И победители, и призеры Всероссийских Олимпиад, ну, победители, точнее, вне конкурса проходят, да? Им достаточно сдать ЕГЭ на 60 баллов, и тогда они идут вне конкурса. Вот, а призерам дается пять баллов. Спасибо. И в целом мы часто говорили, что можно обращаться за помощью на сайт. Можете бы подробнее рассказать, вот, если у поступающих возникли вопросы после нашего эфира, куда им обращаться, звонить, писать? Во-первых, они могут обратиться на сайт юридического факультета КФУ, да? Там есть буклет наш по направлениям. Соответственно, на этом буклете есть мой контактный телефон, да? В рабочее время, то есть, там, с восьми до пяти, и за исключением субботы и воскресенья, абитуриенты могут, в принципе, позвонить и задать вопрос, ну, либо написать. Вот. А в целом общая информация есть? А в целом общую информацию смотрят на сайте Казанского федерального университета. Там есть вкладка «Абитуриенты, школьники» называется. Вот там все понятно написано. Хорошо, спасибо. На сегодня вопросов больше нету. Что-то хотите под завершение сказать? Ну, если вопросов больше нет, мы, на самом деле, хотели вас поблагодарить и... Зрителей. Да, всех зрителей, и сказать всем нашим будущим студентам, пока еще абитуриентам, мы вас ждем, милости просим. У нас очень интересно, очень весело учиться. И по окончанию юридического факультета перед вами откроются все дороги. Спасибо вам. Хочу сказать тоже, что ответили на все наши вопросы. Ну, а это был КФУ Live. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова